Это на самом деле проблема по всей Украине. Это не только в порту Одессы, не только в Одессе. Это не порт Одессы, давайте называть Бариваш. Да, не только терминал Бариваш. Это везде. На сегодняшний день стоит жестко поставлена задача нашего правительства по осуществлению габаритного весового контроля. Потому что каждый год взвод в бюджет выделяется десятки миллиардов гривен на ремонт дорог. На сегодняшний день ни одна дорога, ни одно полотно, ни одно покрытие не выдерживает вот такого автотранспорта. Что нам показала статистика? Что 90% автомобилей грузовых идут с перегрузки. Это 40 тонн и выше только по накладной. А в общем весе это было до 70 тонн. Вот для эксперимента вот эта машина на глаз, видно, что она грузовая кукуруза, она будет весить где-то 56-58 тонн. Это недопустимая норма. Хорошо, что, какой вы видите выход из этой ситуации? Вот что делать? Вот они приехали уже и стали. Что, вы накладываете штрафы на них? Нет, мы проверяем. Вот смотри, наш инспектор просит водителя предъявить документы, проверяет товаро-транспортную накладную. Все. Там четко мотивен вес. Там 50, тут 60. Согласно этому выписывается админ штраф. В размере 1700 рублей. Там много. Кто должен платить? Отличный водитель, либо тот потребитель? Отличный водитель, автомобиль, да. То есть перевозчик. Все перевозчики сейчас хотят получать сверхприбыль, но тем не менее еще есть миллионы граждан, которые хотят ездить по хорошей дороге. Мои сотрудники позвонили и сказали, что вот здесь начинается сабадаш. Мне позвонил утром начальник порта. Если я не сниму инспектором, сейчас он пригласит телевидение и так далее. Начал какие-то угрожи мне рассказывать. Я ему, это ваше право и все. Мы разговаривали с начальником порта, по моему фамилию его Федором. Да, с Виталием Кузьмичем Федором. Да, да, да. Мы с ним говорили буквально в 9.30. Сегодня утром. Хорошо, то есть вы хотите сказать, что сабадаш начался до того, как приехали ваши сотрудники? Нет, наши сотрудники здесь со вчерашнего дня. Они проверяли из-за этого? Конечно, конечно, они проверяли все. Некоторые машины проверили, составили соответствующие документы и они зашли на выгрузку. Остальная машина просто стала на отстой. Переждать, выждать. Когда стоят машины, естественно, стоит и терминал. Правильно? Правильно. В первую очередь, в первую очередь, это сабадаж руководителей терминала. Вот и все. Их на сегодняшний день не интересует ничего, кроме их бизнеса. Наша задача. Мы не имеем никакого отношения к терминалам, к портам, ни к чему. Мы имеем отношение к вот этим автомобилям, которые идут с перегрузки. Это закон Украины об автомобильном транке, который нарушается. Грубо нарушается. Что делать в этой сложившейся ситуации? Они не хотят платить. Они имеют право отказываться? Конечно, имеют право. Это право каждого человека. У нас же есть конституция, правильно? Каждый человек должен отстаивать и защищать свои права. Что будете делать в этой ситуации? Ну вот, скажем, что делает ГАИ, когда водитель нарушает правила дорожного движения? Составляет соответствующий протокол, правильно? А там уже дальше платит водитель, не платит. Занимается и правоохранительные органы, или исполнительные службы. Наша задача не штрафовать, а навести порядок на дорогу. Потому что из-за этих автомобилей создается колея. Чуть-чуть, у нас впереди зима. Немного влаги, мороза. В этой колее становится куча ДТП. Гибнет куча людей. Сотни тысяч людей гибнет на наших дорогах. Это понятно. Ну что вот сегодня делать? Будут составлять протоколы? Конечно, мы будем. А они будут продолжать стоять? Пусть стоят, пусть бунтуют. Мы же не нарушаем закон. Понятно. Нравится это, не нравится. Ну, такое дело. Почему машины, у которых 20 тонн, ну ни одного водителя нет такого? Потому что они свободно едут, они не боятся проверки ничего. Потому что перевозчик не боится этого всего. Потому что он более-менее дисциплинированный. Это как раз бунтуют те, кто хочет все и сразу.